Меня зовут Юрий Чикчурин и вот уже на протяжении 30 лет я занимаюсь нейролингвистическим программированием и его приложением в самых разных областях человеческой деятельности. Я был руководителем агентства по маркетинговым исследованиям и коммуникациям. На протяжении 30 лет я веду психотерапевтические сессии и консультации, являясь по совместительству еще и вице-президентом профессиональной психотерапевтической лиги России с 2004 по 2009 года. Кроме этого я был руководителем многих как общественных, так и государственных и коммерческих организаций, занимающихся образованием и консультациями в различного рода форматах деятельности. Сегодня я хочу рассказать вам про первый день тренинга, который состоится в Турции в ноябре 2019 года и он будет посвящен прежде всего удивительному сочетанию, казалось бы, несочетаемому. То есть, иными словами, он будет посвящен тому, что качество лидера и качество криминального авторитета приблизительно сочетаются друг с другом, называются по-разному, а представляют из себя одно целое. Иными словами, на сегодняшний день люди, которые действительно проявляют лидерские качества, должны обладать фантастическими, казалось бы, способностями. Они ведут за собой, они харизматичны, они принимают тяжелые решения, они готовы действительно открыть перед людьми ворота в новый мир. Однако, если мы посмотрим на криминальных авторитетов, то мы обнаружим там сочетание тех же самых качеств, которые называются по-другому. Харизму очень часто криминальные психологи называют поверхностным очарованием. Умение действительно вести за собой называют манипулятивностью, а умение принимать тяжелые решения называют эмоциональной бедностью. И вот здесь встает простой вопрос. Где будете находиться вы? Каждый из нас хочет быть лидером или мечтает о том, чтобы лидером был его ребенок, его сын или его дочь. Но вместе с тем нам страшно подумать о том, что судьба сведет нас лицом к лицу с настоящими социопатами, с психопатами, которые готовы действовать до конца. Однако мой опыт коуча и психотерапевта, консультанта организации говорит о том, что на определенном уровне решений, на определенном уровне развития событий лидеры действительно вынуждены развивать в себе именно эти качества. Вопрос в том, как их развивать. Потому что развитие этих качеств требует определенной дисциплины и требует определенного рода применения к другим людям того, чего мы не хотели бы, чтобы применяли к нам. Вот именно этому будет посвящен первый день. Понимание того, что если уж ты встаешь на путь ответственности за судьбу других людей, то ты поневоле становишься чуть-чуть по другую сторону добра и зла, как когда-то сказал об этом Фридрих Ницше. Как найти эту тонкую грань, которая позволит нам действительно сочетать в себе как высокий долг и высокую ответственность в служении людям, так и действительно почти звериную жесткость, которую иногда вынуждены проявлять лидеры, защищая дело своей организации от точно таких же социопатов и психопатов. Собственно, развитие вот этой мысли и будет посвящен действительно весь наш тренинг и первый день особенно. Ведь действительно переступить для себя эту тонкую грань, понять, что все те твои обидчики и враги, с которыми сводила тебя судьба на протяжении всех лет твоей жизни, на самом деле являются твоими духовными учителями. Людьми, которые действительно показывали тебе те или иные способы, образцы, приемы работы и если бы ты научился им тогда, как изменилась бы твоя жизнь? Что было бы, если бы ты действительно принял себя, если бы ты действительно верил в себя? Поймите правильно, на психотерапевтических сеансах, которые я веду вот уже на протяжении 30 лет, чуть ли не каждый второй, но вот каждый третий уж точно человек говорит о том, как ему не хватает уверенности в себе, как ему не хватает вот это вот ощущение того, что он все делает правильно, что он движется к своим целям и что он действительно достоин быть счастливым. Обратите внимание, что лидеры знают, что они правы. И вот это вот знание того, что они правы, нам бы хотелось верить, что оно строится на действительно каких-то объективных показателях, но нет. Зачастую мы видим, что у многих лидеров эта уверенность в себе начинает проявляться с самого раннего детства. Ведь не случайно в свое время Кэмпбелл, Джозеф Кэмпбелл, автор книги «Тысячи лигий герой» или «Герой с тысячей лицами» говорил о том, что каждый из сегодняшних современных лидеров практически проходит свой личный путь героя. Практически является своеобразным героем сказки. Ведь если мы с вами почитаем то, как рассказывают о себе лидеры, мы обнаружим явное пересечение со сказочными сюжетами. Такое впечатление, что человек, рассказывая о своем детстве, рассказывает про испытания, которые ему довелось пройти, рассказывает про лишения и про то, как эти лишения научили его быть лидером. И вот эта вот сказка, в которой человек проживает, этот миф, который человек реализует, что это? Это действительно на грани психопатологии или же это действительно дар богов? Но, собственно, сами понимаете, некоторые называют что-то личностным кризисом, а некоторые — духовным ростом. Поэтому с этой точки зрения, как психотерапевт, могу вам сказать, что в некоторых случаях психопатология и является даром богов. Просто задача в том, каким образом найти вот этот вот тонкий баланс, баланс между действительно служением тому, во что ты веришь, и правом верить в то, что ты делаешь. Когда-то меня поразила глубокая мысль, которую сказал один из моих кумиров Джеки Чан. Задача не в том, чтобы заниматься тем, что любишь, а в том, чтобы любить то, что ты делаешь. И лидеры любят то, что они делают. Собственно, именно этому и будет посвящен наш первый день. Первый день, который, так и называется, лидеры и социопаты. Который научит вас быть социопатами и лидерами. Который провокативно, но достаточно четко обучит вас быть влюбленными в себя и в свое дело. Быть спонтанными и решительными. И быть уверенными в себе и вести за собой. То есть манипулировать.